Дорогие зрители, уважаемый предок, начинаем пробанную серию рассказов об университетском городке на карантине. И сегодня я расскажу вам о том корпусе, в котором я живу сама, который называется Фондасио Дрюш-де-Рабелта. Потом я объясню, что значит это странное название. Итак, мы выходим на улицу с безопасным карантинным методом. Открываем дверь. Нет, не могу открыть. Ух, кто будет пройти меня. Да что ж такое? Ну? Окей, тебе можно уйти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яркое солнце, от которого мы тут облыкаем. Так, добро пожаловать в наш прекрасный парк, залитый утренним солнцем и свободный от людей, потому что 9 утра и все еще пока спят. Корпус, из которого я вышла, называется, как вы, может быть, видите, я, к сожалению, не вижу, потому что мне в глаза бьет солнце, называется Павильон Пастер, потому что Фондасио Дрюш-де-Рамелт включает в себя 6 небольших зданий, и каждая из которых носит, называется Павильон, и носит имя какого-то известного французского физика или математика. Сейчас мы бегло посмотрим на другие здания. Они расположены, как видите, по кругу. И построены в одном стиле. Это был единый архитектурный проект. 20-е годы. Постройка начата в 23-м году, закончена в 25-м. Очень быстро строили. И название, которое я уже упомянула, Дрюш-де-Рамелт, это фамилия благотворителя, магната, нефтяного магната, француза, французского еврея из Альзаса. Что значит Дрюш-де-Рамелт? Дрюш, как вы, наверное, знаете, это то, как будет немецкий по-немецки. И, как вы, наверное, знаете, Альзас – это германоговорящая область Франции, которая долго переходила от Франции к Германию и обратно. И Мёрт – это название реки и долины реки именно в этой области, недалеко от Страсбурга. Поэтому фамилия Дрюш-де-Рамелт хорошо отражает его происхождение. В 1920-е годы у него была идея после Первой мировой войны построить университетский городок, в котором бы жили, учились разные студенты, талантливые, у которых, может быть, не всегда есть деньги на то, чтобы жить и учиться в Париже. Мы хотели предложить им такую замечательную возможность и вырастить новую интеллектуальную элиту для разных стран, которая бы препятствовала возникновению новой мировой войны. К сожалению, как мы теперь знаем, проект не совсем удался. Но с архитектурной точки зрения, несомненно, были построены шесть небольших корпусов в стиле, который контролировал сам благотворитель, сам Дрюш-де-Рамелт, отсматривал эскизы и следил за стройкой. Он немного не дожил до завершения стройки, но всё-таки уже видел эти здания почти законченными перед тем, как умереть. Его идея была... Он вдохновлялся именно английскими колледжами, в основном Оксфордом, и хотел предложить талантливым, но бедным студентам не просто жильё в Париже, но и такое жильё, в котором бы они чувствовали себя комфортно. Покажу вам сейчас главное здание. Как видите, у главного здания есть этот необычный архитектурный элемент – колокольня. И очень часто, когда люди первый раз видят это здание, спрашивают, а что здесь была церковь? Нет, идея колокольни немножко в другом. Церкви здесь изначально быть не должно. В первые годы университетский городок должен был быть местом светским, и в принципе до сих пор им осталось. Церковь существует, мы её увидим в одной из следующих серий, но она находится за территорией университетского городка. Идея колокольни в том, что это главное здание, оно было как бы городской ратушей, потому что вот эти первые шесть домов, которые сейчас являются одной из сорока частей, сорока корпусов университетского городка, это был, сначала существовали только эти домики, хотя проект с самого начала предусматривал, что городок будет расширяться, но всё-таки вот это первое ядро, оно было построено с идеей, что это уже должен был быть маленький городок в себе. У него был центральный парк, у него были бонжур, в нём было всё, что нужно для автономной независимой жизни, кроме, конечно, университета. В университет студенты должны были ездить отсюда на поезде, который останавливался недалеко отсюда и до сих пор останавливается не так далеко. Кроме главного здания, ещё одно здание, на которое хотелось бы обратить внимание, сейчас мы проходим мимо корпуса, в котором живёт директор, поэтому мы должны разговаривать тихо, чтобы не разбудить его и его детей, потому что директора живут прямо внутри корпусов. Последний корпус, который я вам покажу, это корпус Пьера и Мари Кюри. Сейчас мы пойдём к нему ближе, более удобным способом. Вот так теперь хорошо его видно. Как видите, его первый этаж отличается от других тем, что на первом этаже есть эти огромные просторные окна. Когда эти здания только построили, там находилась столовая, сейчас там находятся... Её переделали, её разбили на несколько квартир, то есть сейчас там особо шикарные стюдио, как их здесь называют, то есть небольшие квартиры. Столовой в нашем корпусе больше нет, в нашем комплексе зданий больше нет. Есть столовые в разных других корпусах. Может быть, если мы закончим наш сериал, когда карантин уже снимут, я смогу показать вам и столовые тоже. На сегодня наше обещание закончено. Беглый прощальный взгляд на Deutsche De La Morte. Спасибо за внимание.